Стамбул зимой. Что посмотреть, где лучше остановиться и вообще, стоит ли ехать зимой в Стамбул? Подписывайтесь на канал, поставьте лайк и поехали! В Турцию традиционно едут в теплое время года, чтобы насладиться солнцем и морем. Однако и в зимние месяцы здесь можно хорошо провести время. Отдав в Стамбуле зимой – отличный шанс посмотреть многочисленные достопримечательности города без туристов и угнетающей жары. Какая погода в Стамбуле зимой? Декабрь. В декабре стамбульская погода больше похожа на ту, которая стоит в средней полосе России в середине и конце октября. Моросит дождь и дует резкий ветер. Днем температура около 80 градусов, но дует холодный ветер с моря. Преобладают дождливые дни, редко светит солнце. Погода в течение дня может меняться несколько раз. Несмотря на такую погоду, Стамбул – популярное место для празднования нового года. Январь. Погода зимой в Стамбуле ненастная и январь не исключение. Дождливых дней примерно 18, может идти снег. Средняя температура днем 6-8 градусов, высокая влажность и холодный ветер не позволяют туристам подолгу гулять на улице. Февраль. Погода в Стамбуле зимой действительно переменчивая и очень напоминает Питерскую. Только что светило солнце, а через 5 минут набежали тучи и пошел мокрый снег. В разных районах города погода может кардинально отличаться. Плюсы отдыха в Стамбуле зимой. Возможность погулять по городу без толк туристов и посмотреть достопримечательности без очередей. Возможность заняться шопингом, пока идут распродажи, цены на авиабилеты и проживание в отелях прямо-таки радует. А где купить еще дешевле, я вам показывала, ссылка оставлю в описании под этим видео. Пустая площадь перед Айасофией в Стамбуле редкое явление. Такое можно увидеть только утром зимой. Но есть и минусы отдыха в Стамбуле зимой. Многие музеи находятся на реконструкции, в парке вообще лучше не заглядывать. Музеи закрываются рано, примерно в 17.00. Да и в целом, если вам не очень повезло с погодой в Стамбуле зимой, гулять по городу некомфортно. Зато можно устроить полноценный гастрономический тур, греясь в привлекательных кондитерских и кофейнях. И что же все-таки посмотреть в Стамбуле зимой и куда сходить? То же, что и в любое другое время года. Музеи и памятники архитектуры, храмы и мечети, базары и фасады старинных домов. Можно совершать морские прогулки по Босфору, если позволяет погода, конечно. А также посетить хамам. И, конечно же, зимний шоппинг. Зимой туристов в городе заметно меньше, а потому местные торговцы сильно снижают цены на свой товар. Было бы странно не воспользоваться такими большими скидками. К тому же, не стоит забывать и про предновогодние распродажи, которые устраивают городские магазины и торговые центры. Загляните на улицу и стекляль за сувенерами и сладостями. Посетите Гранд Базар, чтобы купить керамические или ювелирные изделия. Или отправляйте за спициями на египетский базар. Во всех торговых точках вам предложат заманчивые цены. Какую взять одежду? Даже если по городу в Стамбуле обещается отличная погода, лучше перестраховаться и иметь зонт, теплую кофту, непродуваемую куртку, шарф, шапку, перчатки и теплую непромокаемую обувь. В турке зимой одевается по-осеннему, пальто или куртка, шарф и шапка-ботинки. Кстати об обуви. Здесь будут совершенно неуместно высокие каблуки и шпильки, так как улица мощеная. Если планируете много ходить по городу, надевайте удобную обувь. Где лучше остановиться в Стамбуле? Найти отель в Стамбуле не проблема. Трудности могут возникнуть с его выбором, потому что гостиниц здесь много, предпочтительнее останавливаться в районах, расположенных ближе к достопримечательностям. Да, отели на окраинах обойдутся дешевле, но добираться к главным туристическим местам города придется довольно долго. Деньги вы сэкономите, а вот времени потратите больше. Это значит, что экскурсионную программу и прогулки придется сокращать. Наиболее популярна у туристов гостиница в районах Фадихи и Беаглу, которая находится в европейской части Стамбула. При выборе места для ночлега учитывайте близость остановок общественного транспорта, потому что даже в историческом центре расстояния вам придется преодолевать весьма приличные. Также учтите, что в некоторых местах уличная жизнь не утихает до глубокой ночи, что тоже может создать вам неудобства. Некоторые кварталы расположены под уклоном, и если вы не готовы преодолевать подъемы в горку, тогда вам стоит выбрать отель в другой точке города. А как думаете вы? Напишите в комментариях, были ли вы зимой в Стамбуле или вообще ездили когда-нибудь в Стамбул. Жду ваших комментариев. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok